Здравствуйте, уважаемые участники конференции! Вашему вниманию представляется доклад на тему «Методическое сопровождение экологического воспитания детей старшего дошкольного возраста средствами мультипликации». Но в современном этапе развития общества взаимодействие человека с природой превратилось в глобальную экологическую проблему, которая характеризуется потребительским отношением человека к природе. Это привело к исчезновению многих видов животных, растений, к загрязнению воздуха и воды. Экологическое воспитание детей старшего дошкольного возраста определяется поиском новых способов, при которых будут развиваться рациональные взаимоотношения детей старшего дошкольного возраста с миром природы, а также с ценностного отношения к ней. В соответствии с федеральным законом образования, экологическое воспитание детей старшего дошкольного возраста подразумевает воспитание бережного отношения к природе и окружающей среде. В педагогической литературе имеются различные подходы к определению экологического воспитания. К исследованию экологического воспитания обращались такие ученые, как Светлана Николаевна Николаева, Наталья Александровна Рожова и другие. Обратимся к некоторым из них. По мнению Николаева, экологическое воспитание детей старшего дошкольного возраста предполагает под собой формирование осознанного отношения к миру природы, явлениям и объектам, а также ознакомление детей дошкольного возраста с природой, в основе которого будет лежать экологический подход, то есть опора на основополагающие идеи и понятия экологии. В дошкольном возрасте усвоение основ экологических знаний наиболее перспективно, так как именно в этом возрасте ребенок воспринимает природу очень эмоционально, обращая внимание на особенности природы. Он воспринимает животных как равных, сочувствует им, сопереживает вместе с ними. Одним из способов экологического воспитания детей старшего дошкольного возраста можно выделить мультипликационную деятельность. Дмитрий Наумович Павличенко считал, что мультипликация – вид киноискусства, произведения которого создаются способом покадровой съемки, порядковых фаз перемещения изображенных или объемных объектов. Создание с детьми мультфильмов с сюжетами экологической направленности – одно из эффективных средств формирования элементарных представлений у дошкольников о многообразии мира, природы и воспитании этического и эстетического отношения к ней. Для более эффективного экологического воспитания детей старшего дошкольного возраста с средствами мультипликации для педагогов может быть оказано методическое сопровождение. Для помощи педагогам могут быть предложены следующие формы методического сопровождения. Это мастер-классы, мультипликация в детском саду, семинары-практикумы, консультации, составление рабочих тетрадей по мультипликации и другое. Экологическое воспитание в средствах мультипликации реализуется через творческую деятельность с детьми по следующим направлениям – рисунок, декоративно-прикладное искусство, лепка, компьютерные эффекты, компьютерная графика и анимация. Таким образом, организованное методическое сопровождение по мультипликационной деятельности может быть эффективно в экологическом воспитании детей старшего дошкольного возраста. В силу высокой восприимчивости к зрительным образом, вследствие отсутствия жизненного опыта и благодаря целенаправленному воздействию при создании мультфильмов, дети будут легко и прочно усваивать необходимые знания и навыки. Спасибо за внимание.